Добрый вечер! У нас завершающий урок на тему Тора и наука обучения Рава Кука. Завершающим уроком мы взяли урок Равширки по этой теме. Единственное, что может быть мы не успеем за один урок разобрать Равширки. Тогда сделаем это за два захода. Посмотрим как получится. Как всегда у меня опять нет перевода, соответственно мы будем переводить по ходу. Значит, урок Равширки. Я это стянул из его сайта. Переводить будем вместе и будем изучать наши вопросы. Итак, начинаем с вашего позволения. Мы вот здесь. Меня хорошо слышно? Все в порядке, да? Итак, летим. Иногда мы спорим, рассуждаем по поводу вопроса соответствия между Торой и наукой. Или, если точнее, между фактами, которые появляются в Торе и между открытиями естественных наук. В начале, если в Торе и наукой, они будут наукой, 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 наукой. База, на которой это делается, это база, на которой эти вопросы обсуждаются. Это на основании, это предположение о том, что Тора и наука предназначены для той же самой цели. Или, по крайней мере, относятся к той же теме. Поэтому, стоит сперва взвесить это предположение. Сперва, стоит рассуждать и взвесить это предположение, чтобы знать, а действительно ли стоит рассуждать вместе про Тору и науку. Рассмотрим, для примера, два из известных противоречия. Простите секундочку. Я извиняюсь. Простите секундочку. Наука утверждает, что возраст мира – это миллиарды лет, а Тора утверждает, что возраст мира – он меньше шести тысяч лет. Второе противоречие. Эволюционные исследования считают, что человек произошел из древнего существа, похожего на обезьяну. Тора считает, что человек произошел из земли. Существует четыре способа как-то разобраться с этими противоречиями. Но ни один из них – он неверен. На самом-то деле, среди неверных Раф в другом месте перечитают, что не четыре, а пять. Но если у нас будет время, этот пятый мы отдельно затронем. Это мы про неверных Раф в другом месте говорим. А потом все верные. Давайте разбираться. Четыре неверных метода работы с этими противоречиями. Итак, первое. Первая система, первый вариант разобраться с этими противоречиями. Он говорит такую вещь. Так как нам ясно, что Тора – она правда. Поэтому наука, которая противоречит Торе – она ложь. Это значит, что возраст мира, он действительно шесть тысяч лет, и что человек произошел из праха. А все предположения научные, которые считают противоположные, их основа в заблуждении. Это первая система. Тора – это правда. Наука – это ложь. Соответственно, Тора – права, наука нет. Шитазу. Матсуя брухавик миаси фруту датит. Иудит вышли на иудит. Этот метод, мы его находим в религиозной литературе, еврейской и нееврейской. Христианская церковь, например, пользовалась этим методом, чтобы отрицать научные теории в средние века. Научный взгляд Коперника. Коперника, по которому земля движется вокруг Солнца, она была отвергнута князьей, ну, христианской. И ЦЦ была отвергнута церкви на основании того, что это утверждение, оно противоречит стиху в книге Иисуса Новина, в книге Иошоа, где сказано «Солнце в Гевоне остановись». Из этого стиха у нас получается, что Иошоа, он остановил Солнце, если так, то Солнце, оно крутится вокруг Земли. Значит, первый подход, что Тора – это правда, соответственно, наука – это ложь. У нас здесь второй подход. А считаешь, нет. То есть, это не решено. И отвергнута ухи фитану таб и дбары шуламу бен миллиардей шани, вему цаадам минаков у мемеля Тора и ненеми. Вторая, второй метод, он утверждает. Противоположно, во-первых, так как наука доказала свои утверждения, то нам ясно, что мир, его возраст миллиарды лет, и человек произошел от обезьян. И, соответственно, Тора – это неправа, неверна и неправда. И, соответственно, этот метод, эти методы. Этот метод, его придерживаются несколько ученых и философов 19 века, которые называются позитивисты, которые утверждают, что так как наука – это самое точное инструмент для выяснения истины, поэтому все вопросы, все метафизические вопросы, которые спрашивались религиозными деятелями и философами в течение поколений, в течение всей истории, они, в конце концов, будут разрешены наукой. Это второй подход, второй метод. Общая в двух первых методах – это то, что они обе предполагают, что есть теологическое, религиозное, религиозное смысл. В научных методах. И поэтому Тора и наука обязательно противоречат друг другу. Поэтому нам нужно выбрать одну из путей, он будет правдой, соответственно другой окажется ложью. Это две первые методы. У нас есть еще два. Не слишком много? Остановиться. Хотите, немножко сделаем перерывчик? Или можно продолжать? Продолжаем. Я пишу, как wake up. У нас есть еще три точки. Третий подход утверждает. что нет противоречия между Торой и наукой, потому что наука согласна с тем, что утверждается в Торе. Придерживающиеся этого подхода, они утверждают, что можно доказать научно или, по крайней мере, что нет научного противоречия с тем, что мир ему 6000 лет или что человек произошел из праха. То есть это подход, что то, что говорит Тора, это верно, и наука с этим согласна. И наука с этим согласна. Соответственно, последний, четвертый подход. Последний, четвертый подход. Он утверждает противоположное от третьего. Он говорит, что тоже нет противоречия между Торой и наукой. Он говорит только, что Тора согласна с тем, что утверждает наука. Что наука права, миру там много миллиардов лет. И это можно вывести также из того. Те, кто движутся по этому пути. Они утверждают, что утверждение науки, что миру миллиарды лет и что человек происходит от обезьяны, они верны. Однако, можно найти вторые источники, которые согласятся с этими открытиями. Например, в трактации Ировин сказано, что у первого человека был хвост, который ему отрезал Всевышний. А в Медраше Раба появляется, что Всевышний создавал миры и их разрушал. А это что вы, что вы думаете, что это так. Но если вы думаете, что это решено, что это решено, что это Раба. А общее в двух последних подходах это то, что Тора и наука согласны. Одна с другой. По третьему пути то, что написано в Торе верно. Миру шесть тысяч лет. И наука с этим согласна. Можно научно доказать, что это верно. И противоположный подход. То, что говорит наука, что миру много миллиардов лет, это верно. И мы это можем доказать и в сторону. Отлично. Мы имеем четыре подхода. Два по два. Первые два. Что Тора и наука противоречат друг другу. Соответственно, Тора верна, наука ложь. И противоположная. Наука верна, Тора ложь. И два других подхода. Что между Торой и наукой нет противоречия. Соответственно, одно из них, что то, что написано в Торе, это верно. И наука с этим согласна. Или то, что говорит наука, это верно. И Тора за ним согласна. Соответственно, имеется четыре подхода. И как мы помним, Равшер Киев всех объявил неверными. Все четыре методы, они основаны на одной ошибочной форме. О том, что Тора и наука имеют в виду отвечать на те же самые вопросы. Поэтому, на вопрос, допустим, возраста мира, должен быть ответ у ученых. И у Тора, у науки и у Тора. И можно сравнить эти ответы и проверить, если есть между ними противоречия или соответствие. У лам. Кашель бухним это нахата и сотмит баррэш. И не она не хуна. Однако, когда мы проверяем это предположение, оказывается, что оно неверно. Пространство, область применения, область того, чем занимается. Спасибо большое. Область применения науки очень отличается от области применения Тора. Наука занимается описанием и описанием... и работой, и тифкут. Описанием и проявлением... Функционированием. 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 Большое спасибо нашим. Описанием и функционированием мира. И он отвечает на вопросы... Как? Из чего состоит материа? Какие законы, на основании которых новая материя работает и движется существует? А Тора, в противоположность к этому, занимается смыслом существования. Смыслом существования, с моральной точки зрения. И она пришла отвечать на вопросы, для какой цели существует материя, или как стоит себя вести. Это вопросы ценностные, а не вопросы научные. Известное выражение, что все есть в Торе. Из-за нее мы можем ошибиться, если мы это выражение воспринимем слишком упрощенно. Потому что в Торе, в той, которая сейчас перед нами, она не содержит в себе все. Невозможно, например, изучать науку из стихов Торы. И как доказательство можно привести факт, что ни один из великих в Торе не выучил науку таким образом. Здесь я остановлюсь. И я немножко... А, Раф Шерки здесь сам упоминает сейчас пятый подход. Но я сейчас остановлюсь здесь немножко и расскажу чуть-чуть подробнее. Это, опять-таки, основано на устных лужероках Раф Шерки. Здесь я просто взял письменное, то, что было. Что первое я взял, то и приношу. Значит, Тора, в которой действительно есть все, это небесная Тора. Эта Тора, она у Всевышнего и на небесах она осталась. Тора, которая у нас в руках, это уже от той небесной Торы такая тень. И в нашей Торе уже нет всего. Наша Тора не занимается всеми вопросами этого мира. Она занимается частью вопросов. Теми, которые Раф описал. Моральными вопросами этого мира. Вопросами связи с Богом. В Высшей Торе, да, там есть, там действительно заключено все. Но это не та Тора, которую мы изучаем здесь на Земле. Окей, значит, ну, мы выучили четыре подхода неверных. И теперь выучим пятый неверный подход. На основании этого замечания построился пятый подход. Подход Ишая Улейбовича, который утверждает абсолютное разделение между наукой и нехама и арахим. И ценностями. И ценностями, да. Улейбовича. 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 Так как Тора занимается ценностями, а наука занимается природой, невозможно никакая связь между ними. И поэтому невозможно обсуждать их вместе. Улейбовича. Улейбовича. Поэтому утверждение науки, что человек произошел из обезьяны и утверждение Тора, что человек произошел из праха, они обе верны. Только наука описывает происхождение человека с точки зрения биологии, с биологической точки зрения. А Тора описывает происхождение человека с точки зрения моральной ценности. Проблемность этого подхода в том, что этот подход не обращает внимания. на факт, что источник и науки, и Торы, он один. Это тот, кто создал и Тору, и науку. Тот, кто создал эту науку и дал нам Тору. И это единство должно оставить свою печать на обоих областях. И вот мы подошли к верному подходу Равкука. Здесь, конечно, я сделаю остановку. Я думаю, что мы не успеем. Я думаю, что мы не успеем подход Равкука сегодня сделать, тогда у меня к вам вопрос. Мы остановимся, обсудим эти четыре метода, которые пять даже, которые мы обсудили. Или мы начнем уже изучать подход Равкука. Здесь, в любом случае, мы остановимся и сделаем небольшой первый. Да, я возвращаю вам микрофон. Да, пожалуйста, Хама, вы начали. Нет, я говорю, как скажешь, как выбирать. Если никто ничего не хочет сказать, я просто могу упомянуть то, что Рав Шарки не упоминал. То, что я слышала тоже от некоторых пропагандистов иудаизма, можно так сказать, на эту тему. Есть утверждение, например, что наука не оперирует фактами, а только гипотезами. На самом деле, все теории научные, они совершенно неверные просто потому, что мы подгоняем какие-то формулы под реальность, и пока они работают, это как бы заменяет реальность. А на самом деле никакой истины в них нет. Я лично думаю, что это часть из того более продвинутая часть утверждения, что наука на самом деле не права, а права Тора. Да, 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 именно так. Это то, что я хотел сказать. Это первый подход, который мы работаем. Да, но оно немножко отчетное. Это, так сказать, приходит человек как бы умудренной наукой и говорит, вы просто ничего не понимаете, а на самом деле наука ничего не знает, она только гипотезы строит, модели. Это не совсем верно. То есть, действительно, в каком-то смысле это описание правильное, она действительно строит модели. Но эти модели, они в большую степень адекватны реальности. Сейчас их выкинуть на помойку, только-то, ну, подумаешь, это только модель, что там столько-то миллиардов лет. Они не только адекватны хорошо реальности, их адекватность реальности подтверждает не только, что мы тем, что не дают нам предсказания, которые уже после. Да, 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 совершенно верно. Поэтому один известный скандал разгорелся, что в университете Ариэль людям врут на эволюцию, но это было давно. Я не знаю, про что вы говорите, но, видимо… Ну, неважно. Там была такая… С двух сторон были очень странные люди такие, они ругались между собой. Но это очень… В интернете и вообще в израильском ум все время был очень большой на эту тему. Ну, видимо, я пропустил. Ну, хорошо. Но это, в конце концов, ну, это то, что вы говорите, это ответвление. Да, 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 это то, что я хотела сказать, что это ответвление. Окей. Соответственно, мы имеем четыре или даже пять неверных подходов. Кто-то еще хочет что-то заметить? То есть, обратите внимание, единственный, кто упомянут по имени – это профессор Шео Лебович. Все остальные, как это… И упомянут по имени вот это, что Тора верна, а наука неверна – упомянут в основном католическая церковь. Но сказано, что в юдаизме тоже в эту сторону мы тоже… Да, конечно, есть. Да, часто можно такое услышать. Но я бы сказала все-таки, что у Шео Лебовича у него есть основания. В тот момент, где мы находимся сейчас, мы не видим и не в состоянии увидеть общий корень. Поэтому мы как бы можем на сегодняшний день сказать – мы занимаемся разными вещами. То, что есть некоторое высшее единство там – это может быть и правильно. То есть, то, что мы можем какие-то моральные правила заметить в соединении микрочастиц – сегодня этого не видно. Поэтому, что мне… Понимаешь, что я хочу сказать, да? Подход Равкука – он ближе всего к подходу Шео Лебовича. Обратите внимание, что мы покритиковали на данный момент единственный подход – это подход Шео Лебовича. Все остальные мы упомянули и сказали, что у них общего попарно, что у них общего у всех четырех, что они считают, что Тора говорит и наука про одно и то же, и сказали, что это неверно. Соответственно, мы продвижили, соответственно, и Шео Лебович он находится уже на следующем этаже. Потому что все четыре предположения верующих, которые правильно верующих, что все сказано в Торе – это верно. И апикорисов, которые правильно не веруют, то, что сказала Тора – это верно. Это вообще у нас одно. Они считают, что есть противоречия между Торой и наукой. Соответственно, верующие, которые говорят, что нет противоречия, право наукой или про Тора, право Тора – это тоже одно, это, по-моему, есть четыре. И проблема с этими четырьмя в том, что они основываются на предположении, что Тора и наука говорят про… Здесь вот на том же поле говорят про одно и то же самое и выясняют те же самые вопросы. Ответ он – нет. Соответственно, тогда уже на более лучше, более верно выходит подход Ишео Лебовича. И… Ну, у нас тут тоже, оказывается, сложность нет. Хорошо. Тогда давайте начнем изучать подход Равкоха и посмотрим, что Равшерки говорит по этому вопросу. Теперь, в общем-то, все, что я нашел у Равкуха по этому поводу, мы изучали на нашем поле. Это у нас сейчас будет заключение по Равшерке, потому что мы учили изучать. Давайте посмотрим, как Равшерки это делает. Петра. 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 И так же, шестой патхот. Подход Рава Кука, главного первого раввина земли Израиля и величайших в духе иудаизма в последнее время. Рава Кука родился в 1865-м, умер в 1935-м. Его подход основан на двух основах. Первая основа – нет никакой связи между Торой и наукой. Вторая основа – есть глубокая связь между Торой и наукой. Все просто. Эти положения выгодят нам противоречащими одна другой с первого взгляда. Однако каждая из них относится к изучаемому предмету с другой точки зрения, с другого фокуса. Беногея ли сугеот амадеиот, ашеграциот, Увдот физикалют, мивны биологии, мивны биологии, По отношению к вопросам научным, обычным, как физические факты, биологическое строение, Нужно принять первое предположение. Первое предположение, то, что мы сказали, Эхад, Алиф, первое. Нет связи между Торой и наукой. О том, которое говорит, что нет связи между Торой и наукой. Верное понимание в этих вопросах мы не найдем, невозможно найти в Торе. Так же, когда появляется в Торе какое-то изречение По поводу реального мира, какие-то научные факты, Она не имеет в виду дать нам научное понимание мира. Это утверждение, по поводу... Это утверждал до Рав Кука, Рав Ицхак Арама в своем комментарии к Торе, Который отверг возможность объяснить запреты еды Торы, Запреты Качрута, на основании законов здорового образа жизни. Что если бы это была единственная причина запретов Качрута, То стоило бы изучать медицину и из этого прийти к законам, Как можно правильно есть. И не нужно было бы тогда писать, не было бы надобности в Торе и Муше. С другой точки, с другой стороны, миннагед, Мухорапливают кешер амок بين Тора и Меда, Ме-цем Аудах, ше-то ойлоо, шебараи та олам, Ушен таанта Тора, Ветмухен, А Тора не пена ли вне адам, Ше-хайм ва-улам, ше-амада хокер. С другой стороны, Обязано быть, Обязано быть связь, Глубокая связь, Между Торой и наукою, На основании того факта, Ше тот же самый Бог, Который создал мир, Он дал Тору. Также Тора дадено людям, Которые живут в мире, Которые изучают наука. Зеу арека Ля нахата и сода шнех Это Основа, Это фон Для предположения второго, Предположения второго, То, что мы сказали, Есть глубокая связь Между Торой и наукою. Эмонат айихуд Шелам Исраэль Мехадешет Шеуэм нухах Бакул Гам в Торах Гам в Медах Верабьединство Катора Катора Есть У народа Израиля Она Говорит, что Бог Он присутствует во всем И в Торе И в науке Поэтому обязательно существует Общее направление В Желании Всевышнего Которое объединяет Тору и науку Халаким Микаваназамидгалимбетура Вахалаким Ахаримбемадам Часть этого желания Божественного Открывается нам В Торе А часть этого Божественного Желания Открывается нам В науке Следующий урок Я думаю Мы начнем С повторения Подхода Равкука С самого начала И мы его Соответственно Завершим Нам тут Как раз Примерно Столько Мы выучили Есть еще Далет Гей И вам А мы тут Прошли пока Соответственно Алик Бэт И гей Да Вот Это мы выучили Очень хорошо Здесь я остановлюсь И я хочу послушать Как вам То есть мы еще Не Раскрыли Как вот Рав Раскрывает Раскрывает Подход Равкука Но мы Подошли Уже Рядышком Просто я не хочу Это комкать А время у нас Подходит К концу Да Как вы Относитесь Как вы Распринимаете То что мы Сегодня Улучили Пожалуйста Молчание И мертвые С косами Стоят Я понял Как на кладбище Всем страшно Хорошо Стоп Неханова Если вы что-то говорите Вас выключим Алло Мне страшно Мне не страшно Натан Так Да Да Пожалуйста Виктория Да Вот На самом деле Ага На самом деле Я бы никаких Разногласий Не видела При Своей Аллегоричности Тора Она Собственно Может Говорить Обо всем И я совершенно Согласна Что Тора Это духовный Подход Моральный Подход А наука Это наша Реальность Просто Напросто То как мы Ее видим И в состоянии Своим Скудным Мозгом Осознать Нам же Надо Как-то Это все Понимать Так что Никаких Разночтений Я собственно Никогда Во всем Не видела Ни во времени Ни в происхождении Человека Все Прекрасно Укладывается Потому что Ну вот Человек Произошел Да Вот Из пепла Или от Обезьяны Ну что Такое Обезьяна Духовная Это тот Пепел Духовная И моральная Это тот Же Совершенно Пепел То есть Из ниоткуда И вот Соответственно И в других Во всех Там По поводу В свое время Мы обсуждали Не помню Здесь или нет По поводу Возраста Земли Там тоже Все Относительно И дни И тысячелетия Потому что Временные Рамки У Торы Очень размыты Ну Сконтак Я вам Завидую Немножко Потому что Я Много десятилетия Таки Бягала И думала Что человек Не произошел Обезьян А вот Пока Воровкука Не врезался А это Было Не год И даже Не одно десятилетие Так что Некоторые везут Больше А некоторые Везут Меньше И тем не менее Вот то что Виктория Говорит Это Не подход Равоку Как мы видим Все же А это Подводка Который Говорит Что Наука Права А вторая Говорит Собственно Тов Не сам Один из Тех Подходов Нет 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 То что Виктория Сказала По поводу Того Что Обезьяны Это тот же Самый Пепел В моральном Смысле Это да То что Говорит Равкок Они говорят Про два Разных Подхода А то что Виктория Сказала По поводу Происхождения Земли И как нам Это самое Как нам Соответствовать Эти года А здесь Наверное Немножко Началось Сосказывать На одну Из этих Четырех Теорий Это да Я Отнесся К первому Половине Что Человек Как бы Он Произошел Из пепла Или из обезьяны Что в моральном Смысле Пепел И обезьяна То же самое Это красиво Здорово И верно Да Это прекрасно Я Не Взражаю Но Как бы Есть Некая Проблема Если Мы Все Сведем Калегориям Или Все Что Говорит Тара Тогда Это Не Не Это Гораздо Лучше Того Что У меня Было Много Десяти Лет Не Один Десяток Лет Покажем Так Что Можно То Что Сказала Виктория С этим Спорить Вот Здесь Вот Здесь Ну В общем Это Очень Здоровый Хороший И Правильный А В частности У нас Еще Будет Каначуров Ну Кстати Я Не Думаю Что Человек Произошел От Обезьян Это Я Вообще Действительно Дала По Относительности Я Думаю Обезьяна Это Одно Человек Это Другое Разные Виды Но Не Суть Я Как О Том Что Я Не Люблю Внутренних Конфли Сознаний В своем И У меня Легко Все Очень Подгоняется У меня Легко Все Сочетается Спасибо Спасибо Виктория В последнем уроке Я хочу После Всего Есть Еще Мое Личное Заключение Сейчас Доучим Рафшерки А потом Я Еще Хочу Может Рафшерки Это Еще Будет В тексте Но Я Посмотрю Мое Личное Заключение Метафизическое Какая Есть Разница Вообще Во Внутреннем Состоянии Человека Когда Он Придерживается Одно Из Этих Четырех Подходов Или Подход Рафшука Как Его Вообще Его Личная Внутренняя Ценностность Его Отношение К миру К науке К религии О чем Стоит И как Это Я Хочу Еще Добавить Поэтому Мы Не Будем Конкурс В следующий Урок Кто Еще Хочет Сказать Что По Поводу Того Что Мы Выучили Кстати По прошлому Уроку Вот что Мы Говорили Да Я Думала И так И не Высказалась Вообще Все Весь Образовательный Путь Человека Вообще Это Все Очень Похоже На Дерево То есть На То Как Само Дерево Как Оно Растет Когда Появляются Плоды И так Далее Это К Прошлому Уроку Я Не Сказала Для Меня Картинка Как Дерево Так И Человек Развивается Очень Похоже В плане Знаний То есть Когда Они Пока Оно Напитывается Соками Почками Потом Это Плоды И Можем Из них Делать Какие Реальные Выводы Прошлый Урок Последний Урок У нас Был Мы За Два Урока Выучили От Шмон Эквациям От Ветра В Кука На Вопрос Ученика Иши Вы можете Знать Зайделя И Грей Герет Мы Учили 91 Его Письмо Для Моши Зайделя За Два Урока По-моему Мы Это Выучили И Там Соответственно Раф Дает Свои По Поводу Вот Как Раз Свой Подход По Поводу Того Вот Именно Возраст Мира И так Далее Как Это Относится К То Что Вы Говорите Сейчас К Нашему Последнему Ой Извините Значит Позапрошлый Урок Когда Мы Говорили О Знаниях Позапрошлый Тоже Был Про Моши Зайделя Два Урока Взяли Взяли Цадик Он Длинный 95 А Позапрошлый Я пропустил Ой Извините Меня Натан Тогда Я Сам Не Помню Что Было Урок Шестой Может Быть Мы Учили Основные Основные Урота Ходыш Бэт Может Мы Учили Про Основные Изменения В Сознании Человечества И Тоже Это По-моему Взяла Два Урока А не Один Потому Что Там Тоже Было Думали Узенько А сейчас Думаем Широко В Трех Больших Аспектах И Соответственно Нужно Расширять Базу Религиозную Которую Мы Все Это Ставим Хорошо Кто-то Еще Хочет Что-то Сказать Тогда С Божьей Помощью Встречаемся Через Две Недели Закончим Если успеем Закончить Все Хорошо Если Нет То Еще На Следующем Уроке Уже Будет Мое Личное Окончание Нашей Серии Большое Всем Спасибо Что Были Спасибо Натан До Свидания Всего Субтитры 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 Субтитры